Здравствуйте! Вы смотрите интервью. На этой неделе прокуратура России отмечает свой профессиональный праздник. Сегодня мы в гостях у прокурора Краснодарского края Михаила Савчина. Михаил Михайлович, здравствуйте! Добрый день! С праздником вас! Спасибо большое! Что самое интересное в работе прокурора на ваш взгляд? Самое интересное в работе прокурора, наверное, многоплановость деятельности прокуратуры. От приема граждан, которые приходят к нам с различными жалобами, обращениями, со своими проблемами, и до поддержания государственного обвинения по самым сложным, многоэпизодным, вызвавшим большую общественную резонансу уголовным делам. Весь этот спектр полномочий и общественной жизни, он активно осваивается деятельностью прокуратуры. А что неинтересное самое? Наверное, бумажная рутина, наверное, это документооборот, достаточно сложный, нагроможденный, как, наверное, в любых государственных структурах. Это, наверное, самое неинтересное. Внутреннее ощущение каждого прокурора, ведь он же должен обвинять человека в совершенном им преступлении. Каждый раз. И он выступает только в роли обвинителя. Вот как это потом переживается как-то вот в жизни? У всех, наверное, по-разному. Здесь сложно говорить за всех. Я скажу, наверное, больше за себя, за свои личные ощущения, которые переживаешь каждый раз, когда поддерживаешь государственное обвинение в суде. Но что помогает сосредоточиться на государственном обвинении? Помогает знание материалов уголовного дела. Когда ты знаешь все, что произошло, когда ты знаешь в деталях события совершенного преступления, когда ты изучил по документам, как минимум, личность преступника и потерпевших, тогда появляются силы, тогда появляются эмоции, тогда появляется аргументация для того, чтобы защитить справедливость. Самое главное и самое приятное это в том, что прокурор в уголовном процессе, поддерживая государственное обвинение, защищает не только закон, но и справедливость социальную. Он защищает права потерпевших, которые нарушены. Он пытается восстановить эти права. Он апеллирует к суду теми доказательствами, которые собирали в течение длительного времени его коллеги. Он обязан это сделать, чтобы не подвести их в то же время. Чтобы с наилучшей стороны показать весь труд следователей, следствия, надзирающих прокуроров, которые осуществляли прокурорский надзор за этим делом. Вот в этом, наверное, и черпаются эти силы. Сложно ли это морально? Да, наверное, сложно. После длительных процессов, после допросов подсудимых, особенно если это такие поднаторевшие преступники, которые выматывают нервы не только прокурорам, но и судьям зачастую, заставляют их срываться где-то эмоционально. Конечно, после таких процессов есть определенная усталость, есть определенная необходимость отдохнуть от этого вида работы. Но наша многоплановая деятельность, она позволяет переключиться на другую работу. Поэтому это возможно у нас сделать, даже не беря отпуск и не уходя на больничный. Вы знаете, как у Канадуила было, что иногда преступник вызывает наибольшую симпатию, нежели пострадавший. А вот такое бывает? Да, бывает, к сожалению, бывает. Иногда есть такие дела, когда неправомерные провокационные действия самих потерпевших, они способствуют тому, что совершается преступление. Но в этом случае тоже закон достаточно многопланов. Он позволяет применить смягчающие обстоятельства. Он позволяет то, о чем мы говорим, учесть уже в качестве смягчающие обстоятельства для обвиняемого. И суд всегда это учитывает. И прокурор обязан это учитывать, когда обращается к суду. То есть это не так, что если прокурор, то жесткий обвинитель. И все, у меня есть своя роль, которая должна играть до конца. Нет, нет, нет. Мы должны учитывать все. Обвинять, несмотря ни на что, это, ну, не знаю, об этом, наверное, говорят те, кто абсолютно не знаком ни с юриспруденцией, ни с законом, ни с нашей системой правосудия. Прокурор обязан учитывать все аспекты уголовного дела. И смягчающие, и отягчающие. И мало того, в своей речи обвинительной он обязан это указывать. Об этом прямо говорит приказ генерального прокурора соответствующий. Поэтому здесь мы эти моменты, безусловно, учитываем. Вот в одном из своих интервью вы сказали так. Правоохранители, идущие на сделку с преступниками, преступившие закон должны быть наказаны как можно более сурово. Это принципиально. И это справедливый подход. Почему? Потому что общество доверило им. Доверие стоит дорогого. В то время, когда мы можем, я имею ввиду, страну, когда она может переживать различные этапы своей экономической жизни. Сейчас это спады, допустим. Где-то растет безработица, где-то людей увольняют, кто-то теряет работу. Чиновники получают заработную плату. В срок и вовремя. Есть определенный социальный пакет. Тебе много дано, с тебя должно и спроситься по полной, если ты нарушил закон. Это первое. Второе здесь факт очень важный, что чиновники, правоохранители, работники правоохранительных органов, юристы. То есть они, как никто другой, знают закон и знают последствия его нарушений. И нарушая закон, они нарушают его не по незнанию, как некоторые из преступников, преступивших закон, не юристов, не искушенных требованиями, не искушенных знанием законодательства. Они все это знают. То есть это наиболее циничные, так скажем, преступники. Те, кто совершает преступления знаючи. Поэтому не только я, и закон считает, что совершение преступлений коррупционных, используя должностное положение, отягчает ответственность. То есть прокуратура, вот в нашем понимании, это, знаете, такой уже финальный орган защиты справедливости и правосудия. Ну, по крайней мере, на действие полиции в прокуратуру пожаловаться можно. Скажем так, а вот кто над прокуратурой стоит? Над прокуратурой стоит суд. На действие прокурора, на любое действие или бездействие, можно обратиться в суд. Вот все-таки суд – это у нас власть. Мы надзорный орган. А суд – власть, судебная власть. Поэтому любое решение любого должностного лица, в том числе и прокурора, прокурорского работника, оно может быть обжалуемо в суд. Что для вас в честь мундира? В честь мундира? Ну, это емко, достаточное понятие, нельзя двумя словами его сказать. Честь мундира – это, наверное, самые лучшие традиции, которые есть в прокуратуре, которые сохранили, преумножили наши ветераны, которые передали нам, самые лучшие, повторяюсь, традиции, вот они, наверное, и есть честь мундира. А вы помните вот свое самое первое дело, вот самостоятельное дело, когда вам доверили? Да, помню, конечно, помню. Это невозможно забыть. Что это было? Это было убийство на бытовой почве. Внучитый племянник убил свою бабушку. Но это не было похоже на описанное преступление Достоевского. Это было гораздо все прозаичнее, банальнее, может быть, грязнее. И все это, конечно, немножко вот эту пелену романтизма, с которыми вчерашний студент пришел работать следователем районной прокуратуры, сбило с меня. То есть, оно всю суровость наших прокурорско-следственных будней мне показало о том, что такое убийство, что это не просто допрос с задумчивым видом в хорошо обставленном кабинете. Это работа на месте происшествия, иногда в очень антисанитарных условиях. Это кровь, это грязь, это орудие убийства, это истерические крики родственников потерпевших. Это еще много-много-много неприятных вещей, которые вчерашним студентам, вчерашним мальчишкам, конечно, становятся иногда достаточной преградой для того, чтобы осуществлять свою дальнейшую карьеру на государственной службе. Ну а кто это принял, кто в этом смог найти себя, кто смог найти больше плюсов в такой деятельности, чем минусов, тот, наверное, и стал работать, служить дальше, делать карьеру. Из того, что вы сейчас говорите, я пока плюсов не увидел. А что заставило все-таки продолжать карьеру? Про плюсы я говорил, когда мы с вами разговаривали о поддержании гособвинения. Вот тогда я говорил про эти самые плюсы, просто это уже конечный этап расследования. Это желание добиться справедливости. Справедливость – это возмездие тому, кто совершил зло, кто совершил преступление. Вот если мы говорили о гособвинении, то апеллировали к тому, как это подать. А вот на этом этапе, на досудебной стадии уголовного судопроизводства, здесь важно, как собрать доказательства, как отыскать улики, как правильно и грамотно тактически построить допросы обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших. То есть здесь не только вот эта банальная черновая работа, которая, кстати, очень важна. Тоже здесь нужен наметанный глаз, здесь очень внимательно, скорпулезность требуется. Поэтому в фильмах о Шерлоке Холмсе, которые вы упомянули, здесь многое того, что очень полезно для следователей есть. И многие мальчишки, которые поступают и поступали на следственные факультеты, либо хотят работать в прокуратуре, они в молодости и читают, и смотрят фильмы с удовольствием. То есть вот элемент романтики, он все равно где-то присутствует? Без него невозможно. Вот при всех этих вот минусах, о которых мы с вами говорили, без этого невозможно просто работать на такой тяжелой работе. Он обязательно будет. Романтизм, вот желание справедливости, оно перевешивает все остальное. Спасибо вам большое. Поздравляю вас еще раз с праздником. Спасибо вам. Я, пользуясь случаем, тоже хотел бы поздравить своих коллег через вашу программу с профессиональным праздником ветеранов, органов прокуратуры. Всего-всего самого наилучшего. Здоровья, профессиональных успехов, счастья вам и вашим близким. Спасибо. До свидания. Мы беседовали с прокурором Красноярского края Михаилом Савчином. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин